Привет, ты на канале Мэджик Пэтс, эээ, что-то зачесалась, Софи, продолжи. Продолжить? А, блин, апчхи, уф, я же не могу, я чихаю опять, пусть Миша. Мэджик Пэтс, привет, я Миша, лайк, это были Эйвен и София, даааа. Ладно, короче, подписывайся на наш канал. Привет, а я покемонию мечу, подпишись скорее на нас, чтобы нас стало 2 миллиона. Нам осталось всего 246 тысяч. Всего 246, Юмина ты даёшь, ещё 246, короче, подписывайся. Пиши комментарии нам свои, потому что они вот тут появляются везде. И мы на них сердечки ставим, а ещё ставь лайк, 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 лайк. Я ещё, перестань, хватит. Сегодня на нашем семейном канале Magic Family, где мы снимаем вместе с Аней, вышло новое видео, где Аня выбирает породу собак, другую породу. Короче, пойди и посмотри этот ролик. Да, чтобы нам потом всё объяснить. Видимо, у нас будет новый друг. Или не друг, а враг. Я слышала, про какие породы Аня говорила. Нет, погодите, так нельзя. Друзья, ребят, ссылка будет вот там внизу в описании. Посмотрите этот ролик и сами всё поймёте. Не слушайте, что девочки говорят, они ничего не понимают. Всё время вам всё рассказывают. Короче, не слушайте их. Сами посмотрите сегодняшний ролик на Magic Family, выбирая новую породу. Ладно, а мы погнали. Да, давайте всё быстренько объясним ребятам. И наконец-то уже покончим с этим. Киса, лиса опять где-то шлеится, а у нас уже пятый день распаковки новой армии слаймов. И мы сами уже устали, и вы наверняка тоже, но блин, надо же закончить. С самого начала мы делим лизуны на команды, чтобы сделать из них гигантские слаймы монстра, а потом с ними экспериментировать. Самая большая команда получается пока что у Ивана. Это все матовые лизуны. А Софи смешивает все прозрачные слаймы, а Юмичу принадлежат все противные антистрессы. И она свою команду назвала сопли слайм, фу. А Миша отвечает за зомби слаймы, за мертвецов, которых потом нам предстоит воскресить в гигантский здоровый лизун. Привет, ребят, да, я с вами согласна. Эта распаковка растянулась на столько дней, что мы все, по-моему, уже реально устали. Но бросать на полпути уже нельзя, надо же закончить. Поэтому мы в этот раз с вами постараемся все делать еще быстрее. И распаковать за сегодняшний день как можно больше лизунов. Вот, например, большой матовый бледно-желтенький лизунчик. Он в прекрасном состоянии, пахнет ванилькой, а еще в нем разноцветные мини-звездочки. Вот, не будем больше говорить лишнего. Лизунчик отлично тянется, не прилипает и здоровенький. Эйвен, тебе повезло. Моя цель заполнить этот таз до краев, чтобы мой слайм стал самым большим монстром. А я хочу открыть вот эту кокольку. Юми, мы же договаривались, что ты не будешь говорить эти слова. Ну ладно, извини. Какое мы слово придумали на замену? Какое? Что еще бывает коричневое, кроме того, про что ты сказала? Я? Юми, шоко? Эээ, шокотерапия? Эээ, ладно, проехали. Шоколад я имела в виду. Слушай, пахнет, правда, шоколадом. Лизать нельзя, договаривались же. Ой, ладно, ладно. Выглядит все равно как... Тихо. Выглядит как шоколад. Ну, похоже, слаймик тоже здоровенький. Конечно, не такой большой, как предыдущий. Вы сами видите, какого он цвета, а еще в нем такие золотистые пупырочки. Вообще-то из-за шарики пенопласта. Вообще-то ты сама их пупырками называла. По-моему, прикольный слаймик, очень вкусно пахнет. Ну что, ребят, отнесем его к противным или же добавим к Эйвену в матовые? Не-не-не, мне такой цвет в моем супергиганте не нужен. А может быть, все-таки это зомби-лизун? Посмотрите. Нет, слой его ко мне, пока я ищу себе новый. Ладно, ладно. Крутяк, гадость. Да уж. Ань, смотри, что мы тут нашли. Икра горбуши. Вообще-то горбуша это рыба. А вдруг это правда ее икра? Синяя. Вы что, рыбная икра не может быть синей? Ну мало ли, Ань. Да нет, ребят, это просто самодельный слайм в баночке из-под икры. Вот, я же говорю, синенький лизунчик. И, по-моему, он зомби. Блин, я думала, он ко мне пойдет. Зато вот эти трое точно. Я, конечно, попробую его достать и помять. Но, нет, эта икра горбуши явно пойдет в Мишкин зомби-ленд. Ну, никак не получается вернуть его в нормальное состояние. Он всячески прилипает к рукам. Невозможно его соединить. Так, где Мишкин зомби-ленд? А, все, фу-фу-фу, а. Мой зомби-ленд пополняется. Да уж, а мой гигантский космос-слайм из прозрачных лизунов нет. Софи, тут кое-что неожиданное. По-моему, Мишка тебя перегоняет. Ну, про Эйвена я вообще молчу. Ладно, Ань, давай, не зависаем, гоним дальше. Мы должны распаковать все как можно быстрее. Зелененький матовый слаймик в отличном состоянии. Прекрасно оттянется, к рукам не прилипает. Вообще, кстати, очень классный лизунчик. Хотя, мне такие цвета так не очень нравятся. Но слайм действительно здоровый и дополняет тазик Эйвена. Да что ж такое сегодня у нас? То испорченная икра горбуши, то у меня руки покрасились. Разве такое может быть от лизуна? Это очень странно. Надо попросить ребят, чтобы написали в комментариях вообще такое возможно, чтобы слайм красился. И если да, то почему это происходит? Неужели в него добавлена краска, но тогда он должен сильнее краситься? Не понимаю. А у нас тут очень большой мутно-розовый матовый лизун. С маленькими белыми пенопластинками внутри. Немножко мягковат, но в принципе здоровый. Правда, цвет у него такой не очень яркий. Ох, сегодня мне везет. Я там еще тебе две баночки подготовил. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Похоже, сегодня тазик Эйвена правда заполнится до краев. Так не честно. Похожий на предыдущий большой матовый лизун. Здоровый, с пупырками, мятного цвета. Ух ты, какие названия цветов ты знаешь? Прям вообще. Ой, Юмичу, хватит издеваться. Это у тебя всего два цвета. Какашечный и сопельный. Нет, еще козавочный. А это кто тут у нас такой? Несмотря на то, что он такой мрачный, какое необычное сочетание цветов, да, ребят? Ага, и опять в команду Эйвена. Софиш, ну хватит тебе дуться. Мы же не виноваты, что прозрачных лизунов меньше. В нем еще куча золотых блесток, и из-за этого он смотрится еще необычнее. Он тоже, кстати, немножко мягковат. Но мне сейчас нужны такие слаймы. Да, чтобы твой слайм оставался тянучим. А то он начинает твердеть. О, Ань, смотри, что мы с девочками нашли. Шарик. Хм, неужели там лизун? Ну че, ну че, ну че? Ну че, ну че? А, не мое. И похоже, это вообще не слайм, ребята. Опять забыла, как эта штука называется. Короче, это явно для других наших экспериментов. Положи на наш антистресс-склад. Уже положила, кстати, надо потом его ребятам показать. Так, и опять тут у нас не слайм. Пупырки. Много пупырок. Да, это такой специальный пенопласт, чтобы добавлять в слезуны, чтобы они хрустели. Пупырки. Да что ж такое? Короче, украшение. И для щелкания. По цвету подходит тебе, Софиша. И у тебя вообще получается не просто прозрачный космический слайм, но еще и кранчи. Да, у меня там много всяких украшений. А у меня почти ничего нет. Смотрите, это же ниндзя слайм. Черного цвета? Ага, с белыми пенопластинками. О, новенький. Как нефть, да? Да, классный. Очень красивый, жалко он никому не подходит. И все-таки я его выну ребятам показать. У нас уже есть один похожий слайм, а еще есть черная слизь. Мне они так нравятся. Жалко, никто из вас не придумал команду черных. Да уж она была бы самая мелкая. Я прям обожаю черные антистрессы. Окей, раз у нас уже есть несколько, добавим к ним этот и оставим их для какой-нибудь прикольной идеи. Может ребятам что-нибудь в голову придет, да? Да, но он нам не подходит, давай скорее. Ребят, напишите в комментариях, что можно сделать с черными лизунами. Может провести эксперимент по их обесцвечиванию? Ладно, я обещала сегодня спешить, но никак не могу на антистрессе с этим слаймом. Кого бы мне выбрать? Блин, где же прозрачные? Хочу открыть нананас. Не нананас, Юми. Ей точно в школу пора. Ой, да ну вас, а? Не нананас, Юмичу, а ананас. Это слово начинается с буквы А, травка тут отдельно отсоединяется и получается две половинки. Ой, я думала это стекло зеленое, а это нананас наш зеленый. А сама не говоришь нананас. Так это я тебя пародирую, Юмичу, прикалываюсь. Короче, внутри зеленый слайм. Он случайно нананасом не пахнет? Нет, покемон, ананасом он не пахнет. Мне кажется в этом антистрессике многовато мягкого пластика. Ну ладно, по правилам и для Ивана. Но Ань, все что не похоже на слаймы, идет в нашу антистресскладовку. Мне кажется, это было не очень честно. А мне кажется, все было честно. Ладно, ладно, Софиш, это был мой косяк, прости. Ну просто такое ощущение, что ты ему помогаешь специально. Да не помогаю я ему, ну случайно я, ну правда, мне даже в голову не пришло. Софи, мой гигант такой большой и настолько больше твоего, что один слайм ничего не поменяет. С этим я тоже согласна, но все-таки это была моя ошибка, Софиш, прости. Ладно, ладно. А по поводу размеров не знаю, не знаю. Миша вон со своим зомби-кладбищем тебя догоняет, Эйван. Короче, ребят, вот эти две баночки были склеены вместе. И на них написано было «Смешай слайм». Короче, вот этот вот белый с желто-синим нужно смешать вот с этим розовым, в котором есть красно-белые цвета. И посмотрим, что получится из этого. Пока что получается очень липкая фигня. Да ты смешай хорошенько, Ань, ну. Да, потихоньку смешивая его, получился очень красивый слайм с очень необычным сочетанием цветов. И главное большой. Да, Ивась, и вот это действительно к тебе как ни крути. Где что-то цеплевые лизы. Прозрачные, прозрачные, где? Зомби, тететя сюда. Матовые, матовые выбираем. Смотрите, ребят, что я нашла. Слайм в ведерке. Написано «Мэджик слайм» от Ефремовой Надежды. Что ж там такое за «Мэджик слайм»? Ух ты, перлонутровый что ли, обожаю. Здоровенький? Надеюсь, здоровенький. Да, отлично. Шикарный, очень красивый. Вы только посмотрите, как он переливается на свету. А как классно растягивается в такие тонкие полосочки и ни единого косичка. Ох, как же я обожаю перламутровые слаймы. Так я и не поняла, как слаймеры добиваются такого эффекта. Что слайм не просто блестит. Ребята писали, что это делается при помощи шампуня и ферри. А перламутровые именно практически переливаются. Так играют цветом. Просто тащусь. А не, когда их растягиваешь, а потом соединяешь, похоже на что-то текучее. У нас был такой перламутровый золотой. Он был похож на жидкое золото. Он еще и щелкает шикарно. И серебряный был перламутровый. Он был похож на расплавленное серебро. Растягивается практически до прозрачности и вообще не рвется. На что расплавленное смахивает сиреневый мэджик слайм. Он пойдет ко мне, потому что он не матовый, он полупрозрачный. Мой космос станет красивее. Эйвен, он вообще не подходит. Я за Сахи. Вот вечно вы. Нет, ну тут, я думаю, Эйвен, ты должен согласиться. Все перламутровые слаймы мы считали не за матовые, а за полупрозрачные. И добавляли их в Софишкин космос. Так что я думаю, это очень честно. Надо открыть тогда матовый мэджик слайм. Вот, пожалуйста, тебе матовый мэджик слайм. Хотя написано, что он для киса-алисы. Потому что мы типа решили, что киси-алисин цвет сиреневый. Но киса-алиска опять детесляется. Да, ее тут с нами нет. Хорошо, что у нее нет команды. Да, потому что если бы у нее была команда, а ее цвет сиреневый. Да, половина слаймов бы пошла к ней. Да, потому что сиреневых слаймов немало. Я еле-еле его достала. Слаймик матовый, темно-сиреневый. С блестками внутри. Отлично растягивается, не рвется, не прилипает. А еще у него внутри есть мини-пенопласт, за счет чего он щелкает. Ну и справедливо, это слайм в команду Эйвона. А давай откроем еще что-нибудь кискино-алискиного цвета. Да, сиренвенькая. Не сиренвенькая, Юми, а сиреневенькая. Сиренвенькая, гвру. На баночке тоже написано киса-алиса. Сиреневый, Юми, скажи. Сиреневый? Сиренковенькая. Да уж, Юмич, тебе не только в школу надо, но и к логопеду. А это у нас не слайм, а воздушный пластилин. Или мягкий пластик, да чем они отличаются, блин? Короче, это идет в нашу антистресс-кладовочку, которая ожидает своего часа. А по поводу Юми и логопеда, это давно было пора понять, Ань. Да, потому что если ты не заметила, уже много лет Юми не выговаривает шипящий и шепелявит. На баночке написано лисенок слайм. А внутри кое-что для тебя, Софиша. Если это будет здоровый лизунчик. А по поводу логопеда, ребята, это вы должны были отправить ее. Вы же ее родители, тетя. Приемные вообще-то. Это не важно, Юми, они же твоя семья. Вообще не шепелявлю. Ну да, конечно, совсем не шепелявишь. Короче, тут красный полупрозрачный слайм с украшениями. И в нем так много блесток, что он немножко утратил свою прозрачность. Ну что ж, Софиш, тебе сегодня везет не так, как Эйвену. Но все-таки твой гигант увеличивается. Еще себе-нибудь. Окей. Так, кто тут у нас? Похоже, матовый слайм. Ой, сверху он одного цвета, а на дне другого. Это так странно. А еще в нем много-много синих блесток. Ой-ой-ой, ребята, по-моему, это зомби. Да что ж такое-то, матовый, прозрачный зомби. И почти нет одного противного. А, у меня ощущение, что он меня сейчас сожрет. Мишки на зомби-кладбище. Срочно его туда, я знаю, лайфхак. Ребята меня учили. Отлепить слайм от рук можно при помощи самого же слайма. Блин, и правда моя команда улегчается. Ага, из малыша в такой большой лизун. Еще сиреневый открывай. Хорошо, Эйвен, а что это за прикол такой? В прошлый раз ребята в комментариях предложили. Да, открывать лизуны типа одного цвета для каждого. Но открывать подряд слаймы одинакового цвета, это же скучно, нет? И если мы будем открывать подряд только одни сиреневые лизуны, потом одни салатовые. Этот Кэйвен, кстати. Салатовые Мишкиного цвета, потом одни розовые Софишкиного любимого цвета, потом желтые цвета Юмичу. То каждое видео будет посвящено только одному цвету, получается? Кстати, сейчас есть такой челлендж на Ютубе. Живу день в одном цвете. Но это же челлендж не связанный со слаймами. И что тогда делать с лизунами другого цвета? Это что, будет отдельное видео и снова сиреневый матовый к Эйвену Кстати, Аня, давай проведем такой челлендж, а? Эээ, какой? На этом сиреневом слайме написано «Кранчи слайм», посмотрим Ну это, живу день в одном цвете, мы не пролезуны сейчас А, в смысле, снимем такое видео про каждого из вас? Каждый будет жить день в своем любимом цвете? Есть из тарелки своего цвета, одеваться в свой цвет, что еще можно делать? А вот пусть, ребята, напишут в комментариях, а мы снимем такие ролики, блин, будет прикольно Не знаю, понравится ли такое ребятам, может быть, правда, у них спросить? Конечно же, это очень интересный челлендж Челлендж может быть интересный, а вот лизуны распаковывать нужно самые разные, а не по порядку по цветам И опять слайм для Эйвена А знаете, что я сейчас поняла? Эйвен на самом деле насобманул Почему? В смысле? Ты специально сказал «сиреневые», потому что ты знаешь, что они все матовые и увеличат только твою команду Неправда Вот этот вот точно не в команду Эйвена, потому что это испорченный зомби-слаймик в Мишкино кладбище И все равно, мне кажется, Эйвен это продумал Я согласна! Эйвен, ну-ка, признавайся, ты рассчитывал на то, что все сиреневые слаймы будут для тебя, да? Ой, фу, что это? Что это такое, ребята? Лизун тут явно испорчен, и в нем какие-то черные странные штуки На червяков похожи А я не буду ни в чем признаваться, у каждого своя тактика Эйвен машиничит! Ну, в любом случае, я уже пообещала ему открыть все более-менее сиреневые лизуны Поэтому мне придется исполнить свое обещание Вот открой эти две коробочки еще Все равно оба этих слайма здоровые, оба матовые, маленькие Но если мы их соединим, то они образуют лизунчик побольше И цвет у него за счет светлого слайма будет поприятнее Еще один Все, хватит сиреневых, давай ведро откроем Ты про вот это ведерко, на котором написано слайм самодельный Анфиса Доброгорская? Мне кажется, там опять матовый лизун для моего гиганта А я все-таки надеюсь, что там что-нибудь прозрачное А я хочу, чтобы там был суп-ли-слайм А будет там зомби А вот сейчас и увидим Во-первых, Софиша и Юми явно не повезло Он не противный, и он матовый А еще эта ведерко похожа на баночку сметаны И похоже, Эйвену тоже не повезло Скорее всего, это зомби-слайм в Мишину команду Ничего себе в этот раз Мишина команда выросла Она может даже тебя победить, Эйвен Я уже готова проиграть, но пусть победит Мишка Никто меня не победит Давайте закончим наш очередной день распаковки На этом милом белом зомби-монстрике Да, и скажи ребятам, чтобы шли и смотрели новый ролик на Маджик Фэмили Ты только что это сказала, Миш Где ты выбираешь новую собаку Спокойно, не злитесь Вот именно, вот да-да-да Пусть ребята сходят, посмотрят и все сами поймут